КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ ЗЕМЛЯ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ ЗЕМЛЯ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ ЗЕМЛЯ Земля продолжает свое движение, и линия, где Солнце светит вертикально, поднимается дальше, на север. А в июне и в июле отклоняется к Солнцу, и его лучи достигают нас под острым углом. У нас лето. Наше путешествие продолжается, и Солнце начинает опускаться обратно к экватору, и пересекает его 23 сентября. Это осеннее равноденствие. Оно опускается ниже экватора, и наступает зима. Но сегодня Солнце над экватором, и начинается весна. Этот период равноденствия сопровождают весенние приливы. Притяжение Луны действует на воду в океанах. Во время полумесяца Луна тянет в этом направлении, а Солнце в другом направлении. Эти расходящиеся притяжения вызывают лишь небольшие приливы. Но если Луна встанет в линию с Солнцем, они тянут вместе и дают нам очень сильные приливы. В день равноденствия Солнце, находящееся точно над экватором, добавляет свое притяжение к центробежной силе Земли, и это запускает весенние приливы. Другой фактор, влияющий на приливы, это расстояние до Луны. Лунная орбита – это эллипс. Иногда Луна дальше, иногда ближе. Чем ближе Луна, тем сильнее прилив. Иногда сильнейшие приливы случаются не в равноденствии, а в дни, когда Луна ближе всего к Земле. Если посмотреть на Солнце в точке равноденствия в первый день весны, оно будет находиться перед созвездием рыб. За тысячи лет земная ось описывает круг, медленно изменяя свой угол. Разумеется, угол экватора также меняется. Но если меняется угол экватора, меняется и день равноденствия, поскольку это день, когда Солнце находится прямо над экватором. Последние три тысячи лет, в день равноденствия, Солнце оказывалось перед созвездием рыб. Теперь оно отодвигается от этого созвездия. По прошествии нескольких веков, в день равноденствия, Солнце уже не будет в рыбах. Оно сдвинется к водолею. Вот почему говорят о начале эры водолея. Астрономы называют это процессией равноденствий. Солнце медленно смещается от рыб к водолею. Когда мы говорим о рыбах и водолее, мы имеем в виду созвездия, системы звезд, а не астрологические знаки. Астрологи еще не отрегулировали свои знаки с изменяющимся равноденствием. Так что за две тысячи лет астрологические знаки сдвинулись от одного созвездия к следующему. Примерно каждые два года Земля обгоняет Марс, Красную планету, вращающуюся планету. Земля на внутренней орбите быстрее Марса и обгоняет его каждые два года. Нагоняя, Земля проходит между Марсом и Солнцем. Когда Солнце, Земля и Марс выстраиваются в линию, Марс находится в противостоянии с Солнцем. Если смотреть с Земли, как только Солнце садится на западе, на востоке сходит Марс. К полуночи Марс в противостоянии точно на юге. Марс желтый среди белых звезд. Когда Земля находится между Марсом и Солнцем, Марс напротив Солнца. В полдень мы видим Солнце точно на юге. В полночь мы видим Марс точно на юге. Марс – это единственная планета, по которой в ближайшем будущем смогут пройтись астронавты. В 1976-м там приземлился зонд, чтобы взять образцы и проанализировать их. Другие зонды сейчас на пути к Марсу. Каждый месяц Луна выстраивается в линию с Марсом. Когда это соединение происходит вечером, оно помогает нам найти Марс среди звезд. Марс совсем рядом с Луной. Путешествуя вокруг Солнца, мы забываем, что Земля отбрасывает огромную конусовидную тень шириной 12 тысяч километров. Мы не должны забывать, потому что каждый вечер, когда заходит Солнце, мы входим в эту тень, и начинается ночь. Во время лунного затмения, которое всегда происходит в полнолунии, мы, наконец, можем увидеть тень Земли, отбрасываемую на Луну. Лунные затмения случаются двумя неделями раньше или позже солнечного затмения. Если солнечные затмения можно увидеть лишь в очень узкой зоне и всего на несколько минут, то лунные затмения увидеть гораздо проще. Когда Луна напротив Солнца, она попадает в тень Земли. Поскольку тень Земли гораздо шире Луны, затмение длится несколько часов, и его могут увидеть все на темной стороне Земли. Земля отбрасывает свою тень на полную Луну. Солнечные лучи, отфильтрованные атмосферой, окрашивают Луну в цвета заката. На следующей неделе. Когда в Древней Греции Аристотель увидел тень Земли на Луне, он сказал, Земля круглая. А если бы на Луне были астронавты, они бы увидели солнечное затмение. На следующей неделе мы узнаем, почему дата Пасхи настолько непостоянна и меняется каждый год. Почему весна иногда начинается 20 марта, а иногда 21? Почему нам пришлось разбить мир на 24 часовых пояса, а потом заменить их на искусственные часовые пояса? Мы все выбиваемся из ритма. Почему часы в Западной Европе показывают восточноевропейское время? До следующей недели. Счастливого пути на космическом корабле Земля. на русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2008 году. Счастливого упоров籤 УССКИН Субтитры создавал DimaTorzok